Земля. Как она появилась? И что происходило с ней все эти века? 10 минут интересной хронологии событий, которые начались миллиарды лет назад и закончились сегодняшним временем, в котором мы с вами живем. Давайте мысленно перенесемся почти на 5 миллиардов лет назад. И что же мы увидим? Нашей Земли еще нет и в помине, но зато уже зародилась новая звезда. Это наше Солнце, окруженное звездной пылью. Именно в это время и начало происходить самое интересное. Космическая пыль, которая находится в космосе, начала стягиваться и постепенно начали образовываться небольшие камни. Это поистине волшебный и в то же время простой процесс длился очень долго. Сила тяжести стягивала эти камни в течение миллионов лет. 4,5 миллиарда лет назад наша Земля приняла форму шара или точнее форму эллипса, но пока она представляла из себя огненный шар. Температура на Земле превышала 1200 градусов Цельсия. Только углекислый газ и азот окутывали Землю, никакого воздуха не было. Земля состояла из жидкой лавы и еще не было никаких твердых поверхностей. И в то же время произошло еще одно неожиданное событие. Почти такая же молодая планета как наша Земля под именем Дея неожиданно направилась на Землю. Со скоростью около 15 километров в секунду планета размером с Марс стремительно приближалась к Земле. Произошло тотальное столкновение. Спустя всего тысячу лет вокруг Земли образовалось кольцо наподобие как у Сатурна. И спустя еще некоторое время из этого кольца появился шар диаметром около 3000 километров. Именно так зарождалась наша Луна. И при этом Луна изначально была намного ближе к Земле, чем сейчас. Из-за удара вращение Земли было очень быстрым. И день длился всего 6 часов. Спустя 600 миллионов лет назад на молодую Землю стали падать метеориты. И причем в огромном количестве. Эти метеориты появились от создания Солнечной системы. В каждом метеорите было небольшое количество воды. Метеориты в течение 20 миллионов лет непрерывно падали на Землю. В ходе такой долговечной атаки на Земле начали возникать водоемы. Температура на Земле остыла до 70 градусов Цельсия. Но ядро Земли оставалось таким же горячим. За счет скопления огромного количества воды и лавы планета начала покрываться корой, которая впоследствии стала называться земной. Так что вода, которую мы видим сейчас на нашей Земле и которой пользуемся неземного происхождения. И возраст этой воды насчитывает миллионы и миллионы лет. Из-за сильного притяжения Луны, которая еще находилась на близком расстоянии от Земли, много миллионов лет бушевали океаны с невероятной страшной силой. Со временем Луна постепенно отдалялась и моря и океаны успокаивались. И Земля начала вращаться медленнее. Спустя 700 миллионов лет после создания планета была покрыта океаном и лишь небольшие острова появлялись повсюду. Именно тогда еще не до конца остывшая лава прорывалась сквозь воду и застывала из-за огромного количества воды. Именно так на Земле начали создаваться острова, которые потом ученые назвали вулканическими. Спустя 3 миллиарда лет, когда наша планета стала более-менее похожа на планету, на которой мы сейчас с вами живем, метеориты так и продолжали падать. Но они принесли на Землю не только воду. Падая на дно океана, метеориты в контакте с водой начали выделять различные химические вещества, которые создавались в процессе с водой и другими веществами. В результате многообразных реакций стали появляться микроскопические живые существа, одноклеточные бактерии. Это невероятно, но именно так начала появляться жизнь. Это стало поворотным событием в истории нашей планеты. Но в течение многих сотен миллионов лет одноклеточные бактерии никак не менялись, но именно из них постепенно создавались колонии. Строматолиты. Подводные строматолиты с помощью известного всем слова фотосинтез стали впитывать солнечный свет и с помощью него начали перерабатывать углекислый газ, воду и глюкозу, превращая его в кислород. Океаны медленно наполняются кислородом, который превращает остатки метеоритов и лавы в железо, которое будет активно использоваться человечеством в строительстве. Кислород постепенно собирается над водой и начинает образовывать атмосферу. Получается, что без этих строматолитов никогда бы не было ничего живого. Проходит еще 2 миллиарда лет, и уровень кислорода на Земле становится все выше. Вращение Земли становится все медленнее и дни становятся все длиннее. Полтора миллиарда лет назад, когда Земля уже почти создала все условия для жизни, земное ядро и огненная лава, находящаяся под водой, предподнесли новые сюрпризы. Огненные подводные плиты начали раскалываться и выходить из воды, тем самым постепенно образуя континенты. Пока еще безжизненные огромные участки Земли напоминали Марс. Но практически все было готово к новому витку в истории Земли, к эволюции жизни. По всей Земле началась вулканическая активность. Земля раскалывается на части, образуя новые континенты. Углекислый газ, выбрасываемый землей, перемешивается с водой, образуя кислотный дождь. А кислотный дождь впитывается в горные породы. Поэтому сейчас многие горные породы содержат углекислый газ. За несколько тысяч лет температура падает до минус 50 градусов Цельсия. И всю нашу планету окутывает лед толщиной до 3 километров. Из-за льда весь солнечный свет и тепло отражается от Земли обратно в космос. Но вечная мерзлота оказалась на Земле не вечной. Земное ядро по-прежнему было такое же горячее. Повсюду по всей Земле возникали вулканы и выбрасывали в атмосферу углекислый газ. Из-за льда не было видно каменных пород, куда бы мог этот газ впитываться. И поэтому он окутывал атмосферу, тем самым создавая теплый покров для поверхности Земли. 15 миллионов лет продолжалась борьба тепла и холода. И, наконец, лед стал таять. За счет химических реакций льда и солнца кислород повысился еще на уровень. 600 миллионов лет назад до нашего времени температура воздуха стала похожа на нашу. За ледниковый период все бактерии погибли и остались лишь те, которые были глубоко в океане. 540 миллионов лет назад именно эти бактерии стали эволюционировать. Благодаря повышенному уровню кислорода в океане, из бактерий появились первые моллюски, которые стали постепенно увеличиваться, и внутри них начали развиваться костные скелеты. Появились первые черви, губки и трилобиты, которые были дальними родственниками первых насекомых. Еле видимые бактерии теперь уже похожи на первых монстров-моллюсков. Аномалокарисов Аномалокарисы были одними из первых хищников на нашей Земле. Их излюбленной пищей стали трилобиты. В океанах уже вовсю живут и процветают десятки тысяч разнообразных растений и животных. Но все эти уже достаточно сложные организмы пока еще не могут жить на суше. Она полностью каменистая, без малейших признаков жизни. И виной всему этому радиация, которая исходит от Солнца. И вот спустя некоторое время происходит еще одно из чудес природы. Кислород, который выходит из океана, вступает в химическую реакцию с радиацией и начинает образовывать новый газ. Озон. И озон постепенно покрывает всю планету и начинает поглощать смертельно опасную радиацию. Такой процесс длится 120 миллионов лет. И озоновый слой настолько становится толще, что уже не пропускает радиацию на поверхность Земли. И после этого 375 миллионов лет назад на Земле начинают появляться первые растения, которые тоже в свою очередь начинают выделять кислород. А в воде уже плавает одна из первых рыб. Тикталик. Тикталик использует свои плавники как лапы. Она выходит из воды именно там, где очень много земной растительности. И именно эта рыба в течение 15 миллионов лет не спеша превращается в четвероногая. Она приобретает достаточно мощные конечности, чтобы покинуть водную стихию и стать сухопутной рептилией или животным. 360 миллионов лет назад начало происходить переселение живых существ из моря на сушу. Из таких существ и произошли динозавры, птицы, млекопитающие. И в это время Землю стали покрывать мхи и гигантские папоротники, образующие леса и джунгли, которым не было ни конца, ни края. Но это только начало природы зарождения. Продолжение этой истории смотрите в следующем выпуске. Если вам понравился выпуск, ставьте палец вверх, подписывайтесь на наш канал и обязательно бейте в колокол, чтобы первыми посмотреть новые интересные выпуски от канала Реальное Нереальное.